всем привет нет это не будущие мангалы а это будущие глюкофоны приятного просмотра помимо того что я написал на обложке столярная sdvg я еще гружу вас какими-то глюкофонами но пока что не берите в голову потому как далее понимание о чем этот ролик будет все меньше и меньше в общем то сегодня я не буду перепридумывать технологию производства глюкофона а буду делать ее по сути вот как ее сейчас наверное делают обычно их делают из газовых баллонов но в принципе я думаю что разницы большой не будет здесь достаточно толстые стенки и по-хорошему должно получиться из гидроаккумулятора первым делом что мне нужно будет сделать это пилить все лишние детальки вот эти всякие стойки ножки в общем сделать ее абсолютно круглой бочкой берем болгарочку шо характерно большой бак я зачистил делал это лепестковым кругом но возможно был бы правильнее использовать смывку для краски она бы как-то деликатнее сработало и я бы не съел лишний металл лепестковым кругом потому что стенка здесь по идее не такая уж толстая хотя я на самом деле понятия не имею какая нужна толщина стенки но мы сейчас не об этом как вы видите середину я не зачищал потому как ее нужно будет вырезать и две вот эти половинки вместе сварить чтобы получилась такая летающая тарелка может стоит сказать купил себе вот такую шлифовальную тут написано бумага почему-то но это по сути очень похоже на скотч брайт плотный в общем вот такими дисками по-моему очень деликатно снимает краску то есть нет никаких царапин ну и поверхность получается практически идеально то есть как до покраски да какая-то инсталляция уже ну а следующий этап это разметка и нарезание лепестков а а Субтитры сделал DimaTorzok Какая-то какафония получается Похоже, что хэппи-энда не будет В общем, скорее всего, толщина металла, наверное, тонковата Плюс еще, помимо всего, пока я шлифовал, я, видимо, еще какую-то часть снял металла Вот иногда и такой ролик бывает Почему же я все-таки не доделал глюкофон? Ну, как я уже сказал, вероятнее всего, причина в толщине стенки Лучше всего было использовать старый газовый баллон И, кстати, настраивание ноты лепестков происходит путем прорезания самих лепестков вдоль То есть увеличивая лепесток До тех пор, пока он не зазвучит в определенной нужной вам ноте Контролировать эту ноту можно с помощью вашего телефона Скачав любое приложение из магазина, которое называется Тюнер Ну, в общем, подытожу с глюкофоном Не доделал я его, как я уже сказал, по причине нехватки толщины металла И из-за нее, как мне кажется, настрой каждого лепестка происходило, ну, крайне тяжело То есть, как вы видите, я где-то чуть прорезал больше И приходилось обратно заваривать это все И, на самом деле, прям вот просто надоело уже это делать Самое интересное, что я еще хотел Сделать травление металла Я уже закупил соль, емкость И подготовил зарядник для аккумуляторов То есть, по идее Ролик должен был получиться, ну, блин, интересным, по крайней мере Но, к сожалению, увы и ах Ну, еще у меня для вас неприятная новость В этом ролике это не единственный проект, который закончится ничем А знаете что? К черту глюкофон! Мы здесь мебелью должны заниматься Так ведь? Ну, наверное В общем, меняю тему ролика срочно На... Барный табурет Раньше это было временное подстолье для нашей плиты Теперь же это материал для табурета В принципе, можете уже начинать писать о том, что Какого хрена он делает табурет из сосны Но это тестовый образец Чтобы понять, подходит ли нам такой стиль и высота Самого табурета для нашего кухонного острова Вот так Так что, в принципе, все равно пишите В планах у меня было сделать вот такой подобный барный стул И в количестве, ну, как минимум, наверное, 4 штуки Ну, а если внутренние царги я на своем малыше выточить могу без проблем Но вот уже ножки по 75 сантиметров Сюда, ну, никак не влазил Придется делать приспособу Не знаю, к чему К фрезеру, наверное Сейчас посмотрим И вот я уже склеил сидушку Встроил фрезер в стол Сколотил на скорую руку каретку И даже прогнал первую ножку И понимаю, что выглядит такое Ну, крайне непрофессионально Куда лучше было бы просто докупить расширение для токарного станка И выточить все на нем В общем, очередные психи, расстройства И откладывание проекта в долгий ящик Но вы даже не представляете, насколько следующий проект был еще короче У меня есть две половины пня, которые на грани трухлявости Я подумал сделать из них уличную лавку, где они будут служить опорами Планировалось привести их в более-менее симметричной форме с помощью топора и рубанка Но вдруг мне просто пришел сигнал из вселенной Заканчивай Хотя я не помню, возможно, я не стал его доделывать Потому что меня пригласили на выставку Лес, Древ, Маш Кстати, о ней Лес, Древ, Маш Помимо того, что на стенде Лазерката можно было вживую посмотреть на работу всех их представленных станков Меня также еще пригласили на беседу-мастер-класс А сегодня с нами тот самый Паша, который делает вещи Мы будем собирать детский стульчик Расскажи, ты можешь, в принципе, уже начинать что-то пробовать собрать Мы его потом покроем лаком, ты делаешь вещи Ну, слушай, если так разговор пошел, то да Вот именно этим я и занимаюсь Ютуб же сейчас... Ты подожди, ты намекай, я правильно? Блочит Мне кажется, да, вполне Но как минимум она вошла, а это полдела Как с Ютубом сейчас последние вот эти смутные времена? Подожди, а с какой даты ты имеешь в виду? Ну, я в целом, когда начались торможения... А с момента замедления Ютуба, ну, я пока, наверное, в ожидании У тебя Ютуб – это основной заработок Ты занимаешься этим профессионально именно вот Что, мне не сходится уже, да, видимо? Немножко Ну, расскажи пока Мы там порежем Расскажи пока Как оно? Какой вопрос ты хотел задать еще раз? Основная статья твоего дохода – это блогерская деятельность Нет, сейчас нет Сейчас параллельно я беру заказы на корпусную мебель И чуть-чуть это не связано со столяркой Я также начал продавать текстильную продукцию На Marketplace А вот здесь я бы хотел остановиться поподробнее Надеюсь, вы все еще помните наш со славой проект Бюро имени Джеки Фреско На мне сейчас наш мерч Так вот Теперь у вас появилась возможность поддержать этот проект В описании к ролику указан артикул данной футболки на Wildberries Там, если что, есть и другие футболки с принтами Так что переходите Покупайте приколдесные футболки И тем самым поддерживайте скорейший выход новых роликов Все, возвращаемся на выставку Да, нет, это, наверное, демонстрационный образец Который здесь Мы сейчас находимся на выставке Летрифмаш Поэтому к нам постоянно подходят люди В принципе, я предвкушаю ваш вопрос Почему такой рваный монтаж И, собственно, люди заходят в кадр Ну, во-первых, рваный монтаж из-за большой части утерянного звука с петличек На выставке достаточно шумно И петличные микрофоны отработали не самым лучшим образом Ну, а во-вторых, почему же посетители выставки оказались на скадре Я, правда, не знаю Возможно, из-за того, что стенд лазерката действительно был заметен и привлекателен Вам огромное спасибо Большое вам спасибо Работа была Спасибо, спасибо Спасибо Всего доброго Паша Спасибо Тоже спасибо Евгений, очень приятно с вами было поработать Увидимся еще Я думаю, в следующий раз мы сделаем что-то посерьезнее, побольше, поинтереснее И у нас получится более длительный, содержательный разговор Но, несмотря на то, что по техническим проблемам ролик полноценный так и не вышел Я не расстраиваюсь Потому как на выставке мне удалось наконец-то вживую познакомиться с Серегой Запорожцем Вот он как раз сейчас орудует аппаратом 5 в 1 сварочным от лазерката Побродили с ним по выставке Отметили для себя интересные станки, как огромные, так и не очень В общем, пообщались за жизнь и, как мне кажется, провели отлично время Ну, вообще, собственно, поэтому я и написал на обложке столярное СДВГ Почему-то никакой проект нормально не был закончен Поэтому я вот скомпилировал это все как-то в один ролик Надеюсь, это было хотя бы интересно смотреть И еще на что я надеюсь Что это никакая не порча, не проклятие, не джедайская сила Ибо уже 21 октября я отправляюсь на второй заход в Москву На выставку рекламы, где будет стенд лазерката А еще знаете, кто там будет? Правильно, гуру DIY Слава Горден У него, кстати, будет поинтересней проект в плане мастер-класса Так что обязательно приходите Мне кажется, будет интересно Ну, а помимо контента, который мы будем снимать на выставке Также планируется еще один пилотный проект с интересным гостем Проверяйте свою интуицию Пишите в комментариях, кто это и что за проект Выйдет он, я надеюсь, до конца октября А там посмотрим Если что, следите за новостями Ну, а на этом все Надеюсь, видео у вас хоть как-то развлекло Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Покупайте футболки Поддерживайте канал И увидимся в следующем ролике Пока Субтитры сделал DimaTorzok